Проиграли по булитам. Накануне хоккейный клуб Челны скрестил клюшки с саратовским кристаллом. Игра прошла на льду желто-синих в ледовом дворце. Но, к сожалению, родные стены дружине Мусакаева не помогли. Победа досталась гостям. Подробности встречи прямо сейчас. Можно сказать, что игроки хоккейного клуба «Кристалл» дежурили возле Челнинских ворот. Распечатать их не удавалось во многом благодаря сейвам челнинского голкипера Алексея Иванова. Хотя надо отдать должное, саратовцы по броскам выигрывали. Хотя они и не были результативными. На перерыв команды ушли со счетом 0-0. Создавая столько моментов, надо, конечно, забивать. У нас очень много моментов и не реализуем. Так, ребятам, всем, конечно, спасибо, молодцы. Хорошая была игра. Много моментов в атаке мы не реализовали. В обороне играли строго. А во второй 20-ти минутке активно играли еще и в атаке. Челнинский защитник Адель Садыков первым распечатал ворота гостей. Но через пять минут игрок хоккейного клуба «Кристалл» сравнял счет на табло 1-1. Однако, менее чем через одну минуту Айдар Хананов выводит желто-синих вперед. Его напарник по команде Егор Зудилов огорчает саратовского вратаря еще раз. Однако, хоккейному клубу «Кристалл» удается сократить разницу в счете на одну шайбу. По итогам второго периода 3-2. В заключительной 20-ти минутке отличились уже только гости. Саратовские спортсмены довели игру до овертайма, а затем и до серии буллитов. Желто-синие проиграли. Нам не хватило, наверное, немножечко мастерства, но все-таки буллиты – это лотерея. Мы по всей игре-то неплохо смотрелись. Соперник такой более взрослый, наверное. Поопытнее нас будут. Возможно, причина кроется еще и в том, что после игр в Чебоксарах часть спортсменов хоккейного клуба «Челны» ушла на больничный. Мы очень сложно готовились к этим играм. Много больных было, но тем не менее, заработали три очка пока из двух игр. Впереди еще два спарринга с «Саратовским кристаллом». Игры пройдут 28 и 29 декабря. Это будут последние домашние встречи в уходящем году. Эльмира Гайнудинова, Радиганеев, Челны, 24.